Здравствуйте! В этом видео мы сошьем костюм с секретом для кормления. Костюм состоит из комфортных брючек с эластичным поясом на резинке и туники со скрытыми молниями на уровне груди. Длину туники вы можете менять в зависимости от своих предпочтений и сшить короткий лонг слив либо платье, к примеру, до уровня пола, просто удлинив выкройку. Этот костюм сшит из трикотажа, футера, двунитки. Это трикотаж качества пенье, то есть высокого качества. У многих видов трикотажных полотен есть такой недостаток, как образование катышек. Несколько носок, несколько стирок и внешний вид трикотажного изделия уже совсем не тот. Так вот, трикотаж качества пенье не имеет таких недостатков. Такой вид трикотажа создается из длинных хлопковых волокон. Благодаря поэтому поверхность полотна получается не только тонкой, гладкой, шелковистой, но и не пеленгуется. Такое полотно устойчиво к истиранию, к многочисленным носкам и стиркам. А еще такой вид трикотажа меньше загрязняется и мнется. Поэтому, если вы хотите сшить изделие из трикотажа, не боясь, что оно потеряет свой первоначальный внешний вид, выбирайте трикотажное полотно качества пенье. Этот трикотаж, футер двунитка из магазина ткани Казани. Однажды мы с вами уже шили спортивный костюм из такого же трикотажного полотна, из футера двунитки. И спустя долгое время и многочисленные стирки костюм выглядит как новенький. Футер двунитка имеет гладкую шелковистую поверхность с лицевой стороны, а с изнаночной мягкие комфортные переплетающиеся нити. Ширина этого полотна составляет 180 сантиметров, то есть это больше стандартной ширины 140-150 сантиметров, а значит расход ткани будет сокращаться. Для того, чтобы рассчитать количество необходимого материала для костюма, вам просто необходимо замерить длину изделия туники, добавить длину рукава, а также длину брюк. При необходимости можно добавить дополнительную длину на пояс, манжеты, но их на самом деле можно будет скроить и стоит дополнительной ширины. Для декорирования кокетки я буду использовать кружево. В целом кокетка и без дополнительных декоративных элементов будет выглядеть очень эстетично и красиво, вы увидите чуть позже, но при желании вы можете добавить и кружево. Количество необходимого кружева можно рассчитать, замерив длину кокетки по нижнему срезу, а также ширину спинки на этом же уровне. Плюс добавить к этой величине две ширины рукава в самой широкой части. В месте соединения кокетки и нижней детали полочки мы можем обработать одну потайную молнию. Для этого потребуется потайная молния длиной примерно 35-50 сантиметров. Молния не обязательно должна быть потайной, самое главное, чтобы она была тонкой и не создавала больших рельефов. Я покажу немного усложненный вариант. Мы обработаем две потайные молнии, но одна застежка молнии обрабатывается аналогично, только чуть проще. Для пошива такого костюма нам потребуются базовые основы плечевого изделия, платья и брюк. На сайте bespoke.ru вы сможете найти готовые базовые основы на размеры с 40 по 54. Также имеются разные роста. На странице товара есть инструкция по выбору своего размера, базовые основы, базовых лекал, а также пошаговая инструкция, как распечатать и пользоваться этими базовыми основами. Ну и поскольку базовые лекала сконструированы на типовые размеры, а наши фигуры, как правило, немного отличаются от типовых, вместе с пакетом лекал вы получите инструкцию по коррекции базовой основы по своим индивидуальным меркам. Я воспользуюсь комплектом базовых основ 46 размера, коррекцию делать не буду. Эти базовые основы идеальны для моделирования, то есть для создания различных фасонов одежды. Чтобы не разрезать саму выкройку, я переведу ее на кальку. Для этого просто обведу базовую основу полочки по всем срезам, по всем линиям, боковой срез, пройму, плечевой, выточка, срез горловины и линию середины. Не забываем про талию выточки и также для удобства обозначим уровни груди, талии и бедер. Туника будет расклешенного А-образного силуэта, поэтому выточки мы смоделируем, переведем их. По плечевому срезу спинки есть выточка. Ее мы также можем удалить, перевести. Чуть позже я покажу как. Боковые выточки, то есть придаливание по боковым срезам, я также удалю. Для этого просто соединю верхнюю точку бокового среза на уровне проймы с уровнем бедер прямой линии. При желании вы можете оставить это прилегание и не видоизменять боковой срез. Также в этих базовых основах предусмотрено небольшое углубление по середине спинки, по среднему срезу. Эту тунику я буду шить из трикотажа и не хочу иметь лишних швов ни по полочке, ни по спинке, поэтому средний срез по спинке я выравниваю, то есть не обращаю внимание на углубление. А теперь удалим, переведем выточки. Начнем с детали полочки, то есть передней половинки изделия. Центр нагрудной выточки мы соединяем с кончиком талиевой сверху и талиевую выточку продолжаем вниз до уровня бедер. Разрезаем базовую основу, удаляем талиевую выточку и теперь мы можем закрыть нагрудную выточку сверху. В результате она дополнительно откроется к раствору талиевой выточки. Таким образом, мы уже получили расклешенный трапециевидный силуэт. Нам остается разделить деталь полочки, то есть передней половинки изделия на верхнюю кокетку и нижнюю часть. Провести линию на том уровне, на котором предполагается застежка. Эту линию лучше всего проводить на уровне кончика нагрудной выточки, то есть на уровне груди. Но можно поднять или наоборот опустить этот уровень, но не на много, буквально на 2-3 сантиметра максимум. Если расположить эту линию слишком далеко, застежка молнии не будет выполнять свои функции. Я поднимусь на 2-3 сантиметра выше и проведу линию перпендикулярно середине полочки, передней половинки изделия. Эта линия прямая, и в результате она приходит к боковому срезу, разделяя его так, что сверху остается также около 2-3 сантиметров бокового среза. Детали можно разрезать и склеить закрытые выточки. Мы получили деталь кокетки и нижнюю основную деталь. Кстати, раствор на грудной выточке не обязательно полностью переводить в талевую, то есть вниз. Можно часть либо полностью перевести в боковой срез, но в таком случае срез соединения кокетки с нижней деталью будет не прямым, не горизонтальным, а с небольшим углом. К такому срезу не очень удобно пришивать молнию. Могут возникнуть дефекты посадки, пустоты, поэтому лучше всего срез сделать строго по прямой линии и выточку переводить все-таки вниз. На этом моделирование полочки завершено и нечто похожее мы сделаем со спинкой. Правую сторону плечевой выточки сверху мы соединим с верхней точкой талиевой выточки и продолжим талевую выточку снизу до уровня бедер. Вернемся к плечевой выточке. Приведем левую сторону выточки к правой, при этом длина плечевой выточки должна остаться прежней. Мы просто немного сменили ее направление. Теперь закроем плечевую выточку. В результате центральная боковая детали спинки немного накладываются друг на друга, буквально 3-5 миллиметров над талиевой выточкой. В этом нет ничего страшного. Можем склеить детали. Мы закрыли плечевую выточку, но ее раствор раскрылся дополнительно в талиевой, то есть снизу, и мы снова получили раскалешенный силуэт. На самом деле плечевую выточку вы можете оставить, но в изделиях из трикотажа это не обязательно. Плечевая выточка нужна для лучшей посадки, но эластичный трикотаж скрывает большую часть дефектов, поэтому трикотажные изделия лучше всего не отягощать дополнительными выточками. Если вы не хотите создавать излишний расклешенный силуэт, то в целом раствор плечевой выточки, к примеру, сантиметр либо полтора сантиметра, можно срезать от длины плечевого среза, то есть сбоку от проймы, и плавно привести новый уровень внешней плечевой точки к линии проймы. Но все-таки правильнее будет перевести плечевую выточку с сохранением посадки тем способом, который мы рассмотрели. Кстати, спинку разделять на верхнюю и нижнюю деталь, то есть формировать кокетку, не нужно, поскольку по спинке застежки молнии у нас не будет. Можем переходить к раскрою. Полочку и спинку серединкой я буду прикладывать к сгибу, для того чтобы избежать излишних швов. От уровня талии я откладываю желаемую длину изделия, то есть длину туники, и делаю отметку. Дополнительную длину можно замерить от уровня бедер и отложить ее вниз. Ну и поскольку срез низа спинки состоит из двух частей, я откладываю эту же величину от двух отрезков. Продолжаю линию бокового среза до уровня низа изделия и два отрезка по низу изделия соединяю плавно слегка круглой линии. Аналогично краем полочку. Также прикладываем середину полочки в сгиб и нам необходимо скроить кокетку, верхнюю часть и нижнюю часть полочки. При этом не забываем оставить припуски на швы. А вот по нижнему срезу кокетки необходимо оставить дополнительное количество припусков для небольшого клапана, который будет перекрывать молнию. Достаточно добавить к обычному припуску на шов, то есть один сантиметр, еще 4-6 сантиметров в зависимости от того, какой длины вы хотите иметь клапан. То есть мы будем притачивать молнию по нижней линии кокетки и у нас останется дополнительный участок, целенокровенный клапан, который будет перекрывать молнию и швы. Рукава я скроила без изменений. Нижний срез кокетки и верхний срез нижней большой детали можно обметать строчкой зигзаг либо оверлоком. Место притачивания молнии по нижней детали можно продублировать тонким флизелином либо трикотажным дублерином для того, чтобы срез не растягивался и не образовывал волны. Также можно продублировать тонкую полоску и по кокетке на том уровне, на той линии, по которой будет притачиваться молния. Но кокетка будет и так достаточно многослойной и плотной, поэтому я решила не отягощать ее дополнительным слоем дублирующего материала. Сложим нижнюю деталь и кокетку пополам и сделаем отметку середины. Сначала пристрочим потайную молнию к срезу нижней детали. При этом будьте внимательны к тому, чтобы приложить потайную молнию лицевой стороной, там где видна собачка, к лицевой стороне материала. Затем вторую сторону потайной молнии мы прикрепляем к нижнему срезу кокетки, то есть к самому краю и притачиваем молнию специальной лапкой либо односторонней. Притачали. В результате у нас остается три не стаченных, не соединенных отрезка. Это два участка по бокам и один участок в центре, в серединке. Кокетку и нижнюю часть сложим вместе лицевыми сторонами, совмещая срезы. В результате застежка молнии также складывается пополам, но изнаночная сторона молнии остается внутри. Скрепим срезы друг с другом в тех участках, отрезках, которые не прострочены, то есть это 3-4 сантиметра по центру и в моем случае примерно такой же отрезок по бокам. Очень удобно воспользоваться односторонней лапкой для того, чтобы застрочить эти отрезки. В результате мы получаем полностью присоединенные друг к другу детали, которые разделяются в двух отрезках, в двух участках потайными молниями. Ничего страшного, если молнии пришиты не вплотную и остаются немного видны. Это будет создавать меньшее трение между собачкой и материалом, но и более того, мы скроем место притачивания молнии так называемым цельнокроеным клапаном. Сейчас сформируем его. Просто подтянем кокетку вниз, создавая складку, так, чтобы линия нижнего края детали кокетки, которую мы обрисовывали в самом начале, совпадала с линией притачивания молнии. Сформировали складку, можем назвать его цельнокроеным клапаном, и по сгибу булавками прикрепим край кокетки к нижней детали для того, чтобы сохранить баланс. Кокетку по боковым срезам я раскроила просто по наклонной линии, поэтому сейчас у меня выходят небольшие треугольники по бокам. Их можно смело срезать, поскольку мы уже точно сформировали боковой срез. Для того, чтобы закрепить ту складку цельнокроеный клапан по лицевой стороне, мы можем проложить строчку по верхней части молнии, и на этом застежка будет готова. Но можно добавить деталь, которая будет защищать вас от молнии. Для этого достаточно скроить полоску из того же материала, шириной примерно 3-4 см, ну а длиной равной длине полочки на уровне застежки. Полоску лучше всего кроить по долевой, то есть вдоль кромки, чтобы она меньше растягивалась. Сначала пристрочим полоску только к срезу кокетки. При этом я прикладываю защитную полоску на 5 мм выше, чем нижний срез кокетки. Я делаю это для того, чтобы распределить немножко толщину, которая может образоваться в этом месте. В этом участке получается большое количество слоев и ткани, и молнии. Прикрепляем срезы друг к другу и по краю даем строчку. Край защитной полоски я прикрепляю к основной части кокетки и по самому краю даю строчку. Эта строчка проходит насквозь, и она будет видна по лицевой стороне, поэтому необходимо постараться сделать ее ровной. Но если вы планируете декорировать кокетку с помощью кружева, то эта строчка будет незаметна, поэтому ничего страшного, если будут какие-то дефекты. Строчку проложили. Защитная деталь теперь закрывает и защищает тело от молнии. И на этом деталь полочки готова. При желании по бокам можете закрепить складку, клапан и защитную полоску, проложив строчку-закрепку. На этом полочка готова. Мы можем соединить ее с деталью спинки, но если вы планируете также декорировать кокетку, то прежде нам необходимо пришить кружево к полочке. Накладываем полоску кружева так, чтобы нижний ее край, то есть фестоны, накрывали место притачивания молнии и желательно край клапана, для того, чтобы его было совсем незаметно. Далее по всем срезам, контурам прикрепляем кружево и срезаем лишнее. Не обязательно использовать такую широкую полоску на всю деталь кокетки. Это может быть небольшая узкая полоска кружева, которая будет просто перекрывать место застежки. Все на ваше усмотрение. Теперь я проложу строчку примерно на 5 миллиметров от срезов вдоль бокового среза, среза пройма, плечевого, горловины, для того, чтобы закрепить кружево по контуру, а также прямую строчку вдоль той строчки, которая есть по лицевой стороне, то есть сверху клапана, сверху складки. После этого я проложу дополнительную строчку по узору кружева. По спинке повторяем все то же самое. Накладываем кружево, срезаем по контурам все лишнее, прикрепляем, проложив строчку по всем срезам краям. По низу кружева, по краю фистонов, я прокладываю фигурную строчку, повторяя контуры нижних срезов. Если кружево отличается по цвету от основного материала, то лучше всего заправлять верхнюю нить под цвет кружева, а нижнюю, то есть шпульки, также оставить под цвет основного материала. В результате не только лицевая сторона детали получается аккуратной, но и изнаночная. После этого можем соединить полочку и спинку друг с другом по плечевым срезам и боковым. Срезы стачиваем и обметываем. При желании вы можете стачать и обметать разом на четырехниточном оверлоке. Все то же самое я повторила в отношении рукава. По боковым срезам замерила, на каком уровне располагается край кружева фистоны и на том же уровне приложила кружево к рукаву. И здесь алгоритм тот же самый. Даем строчку по всему контуру, фигурную строчку, повторяя контуры фистонов снизу. Также я проложила строчки по волнам узора кружева. После этого рукав можно сложить пополам, совместить срезы и дать строчку. Рукав также готов. Сначала отметали срезы и теперь можем вметать рукав в пройму. Туника практически готова. Остается обработать еще несколько срезов. Срез низа рукава я просто обметываю, а затем отгибаю на полтора сантиметра вовнутрь и застрачиваю. То же самое повторяю с низом изделия. Обметываю срез низа в круговую и застрачиваю. У туники нам остается обработать только срез горловины. Сложим срез горловины пополам так, чтобы на сгибе осталась середина спинки и середина полочки. В таком состоянии, не растягивая срез горловины, замерим длину среза и скроим полоску длиной в два раза больше, чем полученная величина. Эту полоску лучше всего скроить полуточной, то есть поперек кромки для того, чтобы она была более эластичной и голова комфортно проходила через горловину. А ширина полоски может быть разной. К примеру, 3-4 сантиметра. И мы получаем эластичную бейку. Для того, чтобы эластичная бейка хорошо прилегала к телу, нам необходимо ее предварительно поутюжить. Прежде всего, поутюжить, сложив пополам так, чтобы изнанка осталась внутри, а затем поутюжить, немного округлив ее. Этот момент я много раз показывала в предыдущих видео, поэтому не буду повторяться вновь. Ссылку именно на момент обработки эластичной бейки я оставлю внизу в описании под видео. Приточали эластичную бейку по срезу горловины и на этом туника готова. Самое главное, конечно, необходимо ее поутюжить по всем швам, по всем деталям. И все будет выглядеть очень аккуратно. Раскроим брюки. По брюкам я не делала заужений, оставила все как есть, за исключением того, что просто понизила уровень талиевого среза. Базовая основа брюк создается таким образом, что верхний срез, талиевый срез, находится на уровне талии. Вы можете менять этот уровень, повышать, либо понижать, в зависимости от желаемой модели. Я понизила примерно на 7 сантиметров, поскольку дополнительно запланировала пояс шириной 3-4 сантиметра. Также нам стоит проигнорировать талиевые выточки. По передней половинке брюк талиевая выточка у меня срезается, а по задней половинке брюк я просто провожу единую прямую линию, соединяю стороны выточки, игнорирую талиевую выточку и обозначаю талиевый срез без каких-либо дополнительных элементов. Часть талиевой выточки есть и по боковым срезам, как передней, так и задней половинке брюк. Поэтому по боковым срезам от уровня бедер мы поднимаем просто прямую вверх. На ту же самую величину не забываем опустить срез талии. Я опустила талиевый срез по передней половинке брюк на 7 сантиметров. На ту же величину я опускаю срез талии и по задней. При этом необходимо нарисовать не прямую линию по линейке, а отложить 7 сантиметров вдоль каждого участка талиевого среза. В результате срез талии получается округлым, а не прямым. Это очень важно. Ну а теперь можем соединить детали друг с другом по внутреннему шаговому срезу, закрепить булавками, а затем подтянуть боковые срезы друг к другу, закрепить булавками, сточать и обметать срезы. Как видите, задняя половинка брюк чуть шире, чем передняя. Это нормально так и должно быть. Соединили детали брюк по внутренним шаговым и боковым срезам. Нижние срезы я сразу же обметала, поскольку хочу просто застрочить их без обработки дополнительных деталей и манжет. Теперь нам необходимо соединить две части брюк. Для этого одну половинку уворачиваем на лицевую сторону, вторую оставляем на изнаночной. Две половинки брюк соединяются друг с другом лицевыми сторонами. И нам необходимо совместить округлые средние срезы, скрепить их булавками и проложить строчку. Раскраим пояс для брюк. Деталь пояса в длину краим поперек кромки, то есть по точному направлению. Именно в этом направлении трикотажное полотно тянется достаточно сильно, как резинка. Длина этой детали может быть равна мерке обхвата бедер, либо чуть меньше. Ну а ширина может зависеть от ширины резинки, которую вы планируете использовать, либо ваша желаемая ширина. Ширина моей резинки примерно 3 сантиметра. Значит, в готовом виде мне необходимо иметь пояс шириной 6-7 сантиметров. Ну и еще добавляем припуски нашего по сантиметру с каждой стороны. Итого получаем 8-9 сантиметров ширина детали. Для пояса нам потребуется резинка длиной примерно равной мерке обхвата талии, либо обхвата того уровня, на котором предполагается пояс. Далее заготовим пояс, вложим в него резинку. Концы резинки можно сразу же соединить друг с другом. И затем нам необходимо сложить пояс пополам так, чтобы резинка осталась внутри. И скрепить срезы пояса, не захватывая при этом резинку. То есть, чтобы она свободно перемещалась внутри детали пояса. При желании по краю, по срезам пояса, вы можете приложить закрепляющую строчку. Но если уверены в своих силах, можете оставить в таком состоянии. Далее прикрепляем пояс к срезу талии по брюкам. Шов пояса совмещаем со средним швом по задней части брюк. Оттягиваем серединку пояса и прикладываем ее к среднему шву по передней половинке брюк. А далее просто подтягиваем срезы друг к другу. После этого даем строчку в круговую. Я прокладываю строчку сразу же на четырехниточном оверлоке. Длина пояса немного меньше, чем длина талиевого среза. Поэтому пояс в процессе притачивания я буду растягивать. Пристречили пояс, и на этом наши брюки тоже будут готовы. Останется только обработать срезы низа брюк. Я их отметала и застрочила на 2 см. Субтитры создавал DimaTorzok